Музыка Отсутствие сердечных тонов и пульсации на крупных сосудах Широкие зрачки говорят о развитии у больного клинической смерти Это состояние требует немедленных реанимационных мероприятий Непрямого массажа сердца и искусственного дыхания На четыре массажных движения должно проводиться одно вдувание воздуха Важнейшие критерии эффективности реанимации Появление пульсации на сонных артериях и сужение зрачка Контроль массажа на сонной артерии Есть пульсация Зрачок покажи Узкий Для дифференцированной реанимации необходимо уточнить вид остановки сердца Включи монитор Хорошо, продолжаем Асисталию Асисталию желудочков подтверждает прямая линия на экране монитора Набирай адреналин, хлористый кальций, атропин Внутри сердечной Внутри сердечной инъекции адреналина, атропина и хлористого кальция Прибегают в случае, если сердечная деятельность не восстанавливается с помощью непрямого массажа Сердце функтирует в четвертом межреберье, отступя полтора сантиметра от левого края грудины Появление крови в шприце при подтягивании поршня показывает, что игла вошла в полость левого желудочка Лекарства вводят быстро и возобновляют массаж Другой вид остановки сердечной деятельности — фибрилляция желудочков Фибрилляция Включаю разряд Чтобы восстановить ритмичные сокращения сердца, необходимо с помощью дефибриллятора нанести разряд тока высокого напряжения Дышит сам Хорошо После восстановления сердечной деятельности и дыхания проводят ингаляцию кислорода и мониторный контроль за ритмом сердца Электрокардиограмма позволяет уточнить диагноз — инфаркт миокарда Запрашиваем место. Инфаркт миокарда — кардиогенный шок Диспетчер о направлении, пожалуйста Это 6-я бригада. Берем мужчину и острый инфаркт миокарда — кардиогенный шок в состоянии после реанимации Больных острым инфарктом миокарда сразу доставляют в блок интенсивной терапии, минуя приемное отделение С первых же минут необходима постоянная информация о ритме сердца При кардиогенном шоке систолическое давление ниже 80, а пульсовое — менее 25 миллиметров ртутного столба В норме все участки сердечной мышцы сокращаются равномерно При инфаркте миокарда пораженный участок теряет способность к сокращению и сердечный выброс снижается Истинный кардиогенный шок возникает в результате обширного инфаркта миокарда Крововращение при кардиогенном шоке характеризуется грубыми нарушениями микроциркуляции во всех органах и тканях Замедление кровотока в капиллярах приводит к образованию в них микротромбов Формированию так называемого микроциркуляторного блока Такое состояние капиллярного русла усугубляет тканевую гипоксию и метаболический ацидоз Катетеризация мочевого пузыря позволяет измерить диурез и оценить тяжесть состояния больного Анурия плохой прогностический признак Лечение кардиогенного шока проводят под контролем данных лабораторных анализов Чтобы иметь постоянный доступ к венозному руслу Для проведения длительной инфузионной терапии Целесообразно ввести в подключичную вену полиэтиленовый катетер Пункцию подключичной вены выполняют с соблюдением правил асептики и антисептики Подместной анестезии По методу Сильдингера Через иглу в подключичную вену проводят леску-проводник. После этого иглу удаляют. А по проводнику вводят полиэтиленовый катетер. Затем проводник извлекают. Положение катетера контролируют с помощью шприца и закрепляют на коже в подключичной области. Капельницу с реополиглюкином, в который добавлен норадреналин, подключают к катетеру. Раствор вводится по 10-15 капель в минуту. Он увеличивает сократительную способность миокарда и периферическое сопротивление. Это приводит к повышению артериального давления, а следовательно, к улучшению перфузии всех органов. Лечение проводится под обязательным контролем артериального давления и сердечного ритма. Контролируют также состояние диуреза. Боли беспокоит еще у вас? Есть еще. Ир, другое придется, не за него, пожалуйста. Сейчас будет уполезть, он. При появлении болей за грудиной их необходимо купировать. Для этого вводят фентанил и драпиридол. Нейролепт-анальгезия составная часть противошоковых мероприятий. Сердечные гликозиды быстрого действия нужно применять с большой осторожностью. Они способны повышать потребность миокарда в кислороде и вызывать аритмию. В результате лечебных мероприятий артериальное давление повысилось, периферические признаки кардиогенного шока исчезли. В палате интенсивного наблюдения больной будет находиться в течение всего острого периода заболевания.